Игра, хороший контроль для мяча, отличные комбинации, много ударов и по воротам, и в створ ворот. Приятно, приятно было смотреть. Но, нельзя не обратить внимание на то, что при счете 0-0 только Нина спас от мяча, который уже шел в ворота, и, по-моему, два или три спасения у Латышенко. Так что Акрон хорошая, хорошая команда, очень крепкая. Ну и, конечно, обидно, что хоть Артем так быстро травму получил. Было бы интересно посмотреть сейчас. Андрей, а что ждете, Андрей, что ждете? Мы видели, как Мендал хромал в перерыве, и когда уходил, хромал, что можете сказать по его состоянию? Ну, сейчас врачи будут смотреть, и я пока еще не расскажу. А есть ли какие-то шансы, что Максим Глушенков к локомотиву восстановит? Или об этом речь не идет? Давайте, давайте, пока посмотрим. У него тест будет в понедельник. Александр Иванович, он с тобой, он сейчас сказал, что ждет, что он ждет? Ждет, ждет похвалы. Вам удалось пообщаться с Артемом Зибой? Да, перед ночью. Чем разговаривали? Потолкались. Александр Иванович, впереди, ну, наверное, один из главных матчей этой части сезона с локомотивом, команда рядом. У нас впереди еще матч с Артемом, хотя он ничего не решается с партией, тем не менее, на повестке дня всегда следующий матч. Александр Иванович, у Дзюбы с Симаком есть конфликт? Он вам не говорил, что... Нет никакого конфликта. То есть, они, в принципе, могут друг другу пожать руку, если увидятся? По-моему, и один, и другой об этом говорили уже. Не надо искать черную кошку в комнате, если ее сомнят. Как вы считаете, сколько Дзюба способен забыть? Я думаю, он обойдет восьмой. Спасибо, Александр. Спасибо.